США обвинила Китай в незаконном аресте миллионов мусульман и этнических групп. Выступивший на пресс-конференции Рандл Шивер, являющийся главой отдела по азиатским странам при Министерстве обороны США, использовал слова, которые считаются самым жестким ответом Китаю, продолжающему открыто ассимилировать уйбуров и представителей других этнических групп. Шивер заявил, что количество заключенных, находящихся в лагерях политического перевоспитания, может превысить 3 миллиона. Появилась очередная информация о лагерях политического перевоспитания, ставших причиной осуждения Китайской Народной Республики мировым сообществом. По сообщениям радио «Свободная Азия», освобожденная из лагерей пыток Гульзира Авельхан, которая благополучно прибыла в Казахстан, где проживает ее семья, рассказала, что перед каждым визитом Международной комиссии их заставляли красить волосы. Более того, Гульзира сообщила, что слышала, как сотрудница лагеря по имени Буви Айша говорила, что в лагере содержится 18 тысяч человек. Бывшая узница не знала о таком большом количестве заключенных, так как, по ее словам, их содержали в блоке с камерой для 30 и классом для 50 человек. Собравшиеся у королевского дворца в столице Норвегии, уйгуры провели протест против политики Китая. Протестующие держали в руках плакаты с фотографиями заключенных в лагерях политического перевоспитания и потребовали от руководства Китая прекратить бесчинство. Несмотря на то, что в последнее время со стороны Северной Кореи веет ветер перемирия с США, Россией и Южной Кореей, руководство страны продолжает придерживаться той же позиции по отношению к ядерному оружию. После каждой встречи с Трампом, Мунджайином и Путиным, Ким Чен Ин проводит испытания новых ракет. Так, сразу же после визита в Россию, лидер КНДР отдал приказ о запуске ракет среднего диапазона на юге Корейского полуострова. Ранее официальный Пхеньян заявлял, что разработал и провел испытания новых управляемых ракет. Официальные источники Ирака сообщили, что вооруженные силы страны провели в Сирии спецоперацию против боевиков ИГИЛ. Однако лидеру группировки Абубакру Аль-Багдади удалось бежать. Информация о местности, в которой была проведена операция, неизвестна. Ульгурский праздник День Допа празднует во многих странах мира. Праздник Допа является неотъемлемой частью обычаев ульгуров и Восточного Туркестана, считающегося колыбелью культуры. Несмотря на то, что в Восточном Туркестане праздник Допа запрещен властями Китая, по всему миру в честь Допа проводятся различные мероприятия. Обычаи народов Восточного Туркестана считаются культурным наследием человечества. Более того, известно, что Китай всячески препятствует исследованиям древней культуры и истории Восточного Туркестана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok